Субтитры сделал DimaTorzok Приключения начинаются. Идем на лодке. Вот уже 6 лет мы живем в Испании, в 15 километрах от моря, а на пляж выбирались за это время раз, наверное, 10, не больше. Я сегодня решил вытащить семью на морскую прогулку. Мы арендовали небольшую моторную лодку на 4 часа всего. И собираемся прошвырнуться вдоль берега. А вот по завершении прогулки попробуем посетить один очень популярный в здешних краях ресторан. Я поделюсь впечатлениями от тамошней кухни. Ресторан достаточно большой, находится прямо на окраине города. Там всегда толпа народа, куча машин на парковке рядом. Какое-то, короче, очень такое пафосное заведение, судя по всему. Очень интересно, как там кормят. Музыка. 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 Продолжение следует... Итак, мы взяли лодку на 4 часа, заплатили за это 240 евро, и еще нужно будет заплатить за бензин, который мы потратили. Сходили мы, успели, за 3 часа и 15 минут, то есть, на лодке, дошли на 15 километров от Марины, дошли до местечка Протечоль, который он показал, и возвращаемся сейчас обратно. Конечно, недолго, нам повезло с погодой, солнца нет, оно в волоках, в дымке, не жарко. Вода, сегодня 8 июля, вода, наверное, 23-24 градуса, такая бодрит, хорошенькая. Ходить вдоль берега за 4 часа, я вам скажу, ну, не очень интересно, благо, пошли в то место, где я занимался раньше подводной охотой, ну, скучновато. Это, конечно, не Хорватия, где целая куча старовов там каких-то, там ездя походить. А здесь такой пустынный берег, правда симпатично выглядящий, какие-то такие скалы, пещеры и прочее. А сейчас мы попробуем пойти в ресторанчик, где-то, чтобы сначала не заказывать предварительно. Так, ну, мы в ресторане Каса Приденика. Это, по слухам, очень хороший ресторан. Я здесь буду трескать отбивну, нет, не отбивну, стейк, стейк горячий, можно трескать, 700 грамм, я что-то меню, и запивать. Сейчас увидим, а что остались, я как-то покажу. Парсота. Не, не очень. Сейчас я тоже попробую. Это белая спаржа. Вот она такая вот, с соусом калиоли. И со вкусом, сейчас скажем, какой вкус. Она чрезмерно переварена, абсолютно никакая. Нет, здесь не олеоли, здесь майонез какой-то достаточно острый. Олеоли вот здесь, наверное, вот здесь вот. Вот это просто майонез с большим количеством гуманом. Да. А второй вообще кичунез по вкусу. Не, ребят, это какая-то туристическая порнография. Нет, есть можно, но нет. Закуска кассы Фривереки меня разочаровала, что очень простенькая. Придется, наверное, даже от расстройства еще один бокальчик пивка заказать. Пива тоже еще соленого. В целой куче самых разных сайтов этот ресторан указывается как очень популярный испанец. Действительно, он достаточно большой. Сюда съезжается огромная куча испанского люля, прилично, что не одеты. А туристов здесь как-то мало, потому что он находится не в туристической зоне, а немножечко дальше. Так, здесь удобная парковка. Это мне мало важно. Касса Фриверрика. Но это не реклама, потому что я пока еще не определился с качеством здешней еды. Готов к потреблению стейка. Так, вот она парияда. То есть рыбные сорти, приготовленные на гриле. Это у нас каракатица. Это всякие креветки и рачки. Вот эти вот. Рыбка. Еще рыбка. И мидии. Это даже пробовать не надо. Жутко пересушенный кусок мяса. Безобразно, безобразно. Это закламированное место, понтов много, а результат отстойный. Вы серьезно? Это вот так вот должно выглядеть стейк? Это порнография. Смотрите. Блин, подметка. Охренеть. Безобразно обжаренный. Безобразно. Это даже не Вэлдан. Это какая-то кремация. И горчицу намазали здесь на стол. Вот скажи. А если не зависит, как? Ему невкусно. Видите? Невкусно. Сухо и даже не знаю, практически черное все. Как можно так вот и стелять, и не представлять. Тут даже вилкой протакать. Короче, мой вывод. Это отстойнейший ресторан. Просто отстойнейший. Знаете, я пока в России жил, пытался в командировке регулярно. Из севера. Сейчас в Новую Оренгу. А вот в Новую Оренгуэе есть такой, может быть, уже был, не знаю, пока не был такой понтовый ресторан. Называется «Золото Оренгура». Я туда пришел как-то поужинать и заказал муксуна. Муксуна, если кто не знает, это очень-очень жирная такая северная рыба. Это настолько жирная рыба, что муксун колорода копчения, если его завернуть просто в бумагу, то бумага пропитывается маслом так, что его можно выжимать и задумывать в нее рыбий жир. То есть, жутко жирно. Так вот, я пришел сюда и говорю, «Видите муксуна?» Вот. А у них там муксун запеченный под майонезом. Я говорю, «Без майонеза!» Она охренеть, такая жирная рыба. «Сухо же будет!» – сказали мне. Я говорю, «Не будет!» Просто запеките мне его и все. Вот мне принесли буквально обугленного, высаженного в ноль этого муксуна. То есть, его можно было ломать об колено в сухую волну. Я не знаю, как вытопили, как они умудрились вытопить из муксуна весь жир, они смогли это делать. Так вот здесь стейк. Стейк, мать его, 700 граммов мяса. Вот этих 700 граммов осталось едва ли 300. Выжали все соки, высушили гусну. Он сухой, как и не знаю чьё. Я вот только-только новую зону поставил. Предоставлено опять к саратову выйти. Даже сгрызть невозможно. Это полный обстой. Короче, я много ресторанов в нашем ледении посетил. Пока-пока. Единственный ресторан, где можно есть стейки, находится недалеко от... Малевого бумаги. Как он называется? Коральный паттер. Он называется Коральный паттер. Я ссылочку под видео оставлю на него. Вот там можно заказывать мясо. Там можно заказывать только мясо, ничего другого. Ни курочек, ни цыплят, ни кроликов. Они умеют жарить стейк. Приходите, вас обязательно спросят, какой прожарки. И они сделают стейк идеально прожарки. Так недорого. Туристы этот ресторан не посещают. Потому что он находится в такой журне мира. Такой просто... Мимо этого ресторана можно проезжать в год, как это делаю я. И не знать, что там есть в ресторан. Подождите, за мясом туда. Если приедете на этот день. А я буду свое разочарование в ресторанах запивать пиво. Да, и я походу приеду. То есть, новые продукты. Креветки тоже будут иметь плюсы. Это просто какой-то... Жиза какая-то излишнего повара. Сушить суп. Грусты. Потому что у него камера там стоит специально для сушки. И он все уже сушит, для чего готовится. Не знаю. Короче. Я просто в раздражении неимоверно. Стейк стоил 19 евро. 19 евро за сухой кусок сушеного мяса. Ужас. Короче, они еще и обмануть хотели. Притащили счет, включив дополнительную кружку пива. Сюда, блин. И хлеб с Алиолей, который мы не заказывали. Короче, вообще не на гости. Полное говно не встанет. Отстой. Грубай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok